Всем доброго времени суток! Данное гадание для Юлии. Юлия, вас беспокоит, как относится к вам молодой человек, с которым вы находитесь в отношениях. Вы уже не первый день встречаетесь, но тем не менее у вас нет какой-то определенности и понимания того, хочет ли этот человек с вами семью, хочет ли он совместных детей. Вообще, насколько серьезны его намерения в этих отношениях и чего вам ждать от него и от тех отношений, которые будут далее складываться между вами. Для начала мы, как всегда, смотрим именно отношения человека к вам, то есть какие у него намерения относительно вас, какие у него чувства к вам, если таковые имеются. Ну, я так говорю, таковые имеются или нет, потому что расклад у нас еще не открыт, пока я только рубашками вверх вижу карты. А уже после открытия мы можем судить о том, что получится. Конечно, какого поведения он ждет от вас, хотелось бы узнать. Конечно, вопрос, чего не стоит ждать от этих отношений, что стоит, насколько долгосрочными и стабильными они могут быть. Совет карты от меня как бонус. Ну, вот смотрите, конечно, мы всегда смотрим на срок до полугода. Это самый такой оптимальный срок, при котором карты показывают лучше всего информацию, потому что когда гадают на 15 лет вперед, то вы сами понимаете, очень много людей новых приходит в нашу жизнь, очень многое меняется вокруг нас, независимо, опять же, от нас. Поэтому практически все расклады, которые делаются на срок более 8 месяцев, они уже практически бесполезны. То есть год, два, три уже это, ну, на моей практике и на практике моих знакомых торологов, которых у меня великое множество, практически не срабатывает. Итак, давайте смотреть, что думает о вас. Ну, вы знаете, он думает о вас, что вы тот человек, который всегда готов прийти на помощь. Но в то же время вы человек, который не чужд материально-денежных отношений и который, скажем так, за свою помощь хотел бы получить взаимность. Но это ничего плохого, потому что, как я люблю говорить, везде всегда должна быть гармония. Если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Если вы оказали помощь, то вы должны взамен получить, ну, хотя бы, если не деньги, то благодарность и искреннее отношение. Не все в этом мире меряется только в материальном эквиваленте, но в любом случае он считает, что вы любите, когда вам благодарны за вашу помощь, за вашу отзывчивость и мы поясняющую карту. Да, здесь еще помимо этого он воспринимает вот такое ваше качество как отрицательную черту, потому что он считает, что всегда вы готовы отстаивать свою позицию и защищать то, что принадлежит вам. То есть вы, скажем так, такой человек достаточно территориальный. Я говорю не обязательно о жилплощади. Я говорю о том, что вы не всегда пустите к себе в душу, не будете выворачиваться перед человеком, каждым встречным, поперечным наизнанку. И это хорошее качество в данном смысле. Также вы можете защищать свои интересы и отстаивать свое личное мнение, которое у вас имеется. То есть вы не являетесь амебой, у которой нет личного мнения, которое вообще непонятно, как живет, полагаясь на волю случая и судьбы. А вы четко как бы имеете свою позицию и можете эту позицию защищать. Что касается чувств, ну здесь можно сказать, что выпала замечательная карта, потому что по этой карте как раз таки выходит любовь, привязанность, симпатия. И более того, обычно вот при таких картах, при карте солнца, имеются разговоры о детях. И есть именно чувства, которые могут касаться семейственности. Но я вам могу сказать, что он любит вас, но до сих пор он делает выбор. В этом сочетании карт мы можем сказать, что вот те вот странные какие-то особенности его поведения, возможно, обусловлены тем, что он, не одержав над вами победу, не одержав победу над своими чувствами, не взяв их под полный контроль, все еще не может определиться, что же ему от ваших отношений нужно. Но чувство любви у него есть однозначно. Однако у нас ложатся старшие арканы и ложатся так, что у человека, ну, может быть, какой-то соблазн и может быть он точно не решил, что ему надо. Эта карта, карта влюбленной, может ложиться, когда есть любовный треугольник, или она может ложиться, когда человек просто не принял еще жизненно важное решение. Что это в вашей ситуации? Ну, в вашей ситуации это наличие еще одной симпатии. Возможно, есть девушка, которая, скажем так, склонна поглядывать на вашего молодого человека и, возможно, он именно поэтому ведет себя достаточно резко, именно поэтому он до сих пор не определился, потому что он все еще, как знаете, человек ищет, где лучше, а рыба, где глубже. И вот он, как та самая рыбка, пытается нырнуть куда получше и до сих пор как будто бы вынашивает вот эту идею. То есть для вас нет определенности сейчас в отношениях по той причине, что ваш мужчина не определился тоже, но у него к вам есть любовь. Ну, в принципе, у него намерение оставить все, как было, то есть как будто бы жить вашим прошлым опытом отношений. Его устроила бы ситуация именно в том разрезе, который есть на сегодняшний день. И человек, в принципе, развивать готов, но то, что есть, его устраивает. Ну, при этом он очень закрыт. И я бы, наверное, сказала, если еще бы выпали пара карт интересных такого рода, я бы сказала, что вы на сегодняшний день практически вообще не общаетесь. Или у вас очень затруднено общение, когда вы не можете найти нужные слова для того, чтобы пробиться в голову или к сердцу другого человека. Это могут быть или какие-то тяжелые разговоры, или паузы, возникающие во время разговора. Такое, знаете, неловкое молчание, когда каждый не знает, что сказать, чего требовать и прочее. Ну, вы знаете, на сегодняшний день я вижу вообще, что как будто бы вы не вместе получается. Если это не физическая разлука, если это не отъезд и не расставание, то в таком случае вы настолько закрыты, или он настолько закрыт от вас, что он практически отсутствует в вашей жизни. Но я могу задать вопрос, потому что вообще интерпретироваться данное сочетание карт может в трех вариантах. Либо человек реально ушел из вашей жизни, причем ушел, возможно, к женщине, потому что карта любовного треугольника здесь выпадает. Или ушел в никуда, но при этом поддерживает отношения не только с вами. Второй вариант это то, что реально уехал физический человек. И уехал как-то не очень хорошо, как будто бы вы этого не хотели. Как будто бы он просто в отъезде, например, находится. И третий вариант это даже если вы находитесь территориально вместе, то вы настолько разрознены, он настолько закрыт, что это душевное состояние граничит с фактически расставанием и с уходом. Но, вы знаете, меня смущает, конечно, то, что он действительно любит вас. При этом есть какая-то пассия, выбор на стороне. Но вы для него всегда солнышко, вы для него любимый человек. При этом он почему-то активно от вас закрывается. Возможно, причиной вот этого закрытия в отношениях является ваше желание отстоять свое мнение. Ваше желание, скажем так, огородить от посторонних свою территорию, и установить свои порядки, вот это его может отталкивать и провоцировать на закрытие себя тоже от вас. Что ему не нравится в вас? Но он считает, что вы его обманываете. Он считает, что вы девушка достаточно загадочная, девушка скрытная, и вы не говорите ему всего, что он хотел бы знать. Ну, а также я могу сказать, что он считает, что вы скрываете от него какую-то интернет-переписку, что, возможно, у вас есть вторая жизнь, о которой он не знает. И вот это для него тоже может являться камнем преткновения. Если у вас нет никакой переписки и второго, скажем так, молодого человека, с которым вы поддерживаете отношения, то в данном случае эта карта говорит о том, что вы, по его мнению, недостаточно перед ним открыты. То есть вот эта ваша защита территорий, защита своих интересов, которая везде сквозит практически в каждой карте, она приводит к тому, что он знает о вас меньше, чем он хотел бы знать. А он хочет все знать, он хочет открытости в отношениях. Касаемо семьи, какие у него планы, но он готов создавать семью, он готов иметь отношения только с вами, отношения возлюбленных. То есть вот эти отношения Ромео и Джульетта, отношения людей, которые именно друг с другом, отношения пары, но его останавливает на сегодняшний день, и этих отношений нет, вот именно потому, что есть недочеты, о которых я уже сказала. Что касается того, что ему вас нравится, но ему нравится ваше прекрасное умение организовывать быт и праздники, то есть с вами прекрасно просто отдыхать. Вы человек такой зажигалочка, вы человек солнышка, который, ну вот знаете, поехали на природу, например, даже дождь идет, но с вами хорошо в любом случае, даже при этом. Вы для него действительно та девушка, с которой бы он хотел строить семью, и с которой он видит будущее, но почему-то вот, к сожалению, есть те остановки, о которых я вам уже говорила. Что касается вашего поведения, ну в принципе он не ждет кардинальных каких-то изменений с вашей стороны в отношении к нему и в поведении, но тем не менее он хочет, чтобы не решалось все прямо сегодня. Он бы хотел выждать еще на протяжении хотя бы полугода, посмотреть на то, как будут складываться отношения и, скажем так, куда кривая выведет. Возможно, несколько быстрее, в районе четырех месяцев он бы решал эти вопросы. Вообще ситуация склонна к улучшению на сегодняшний момент, даже более быстрому. Если вы приложите усилия, то срок полгода может сократиться до трех-четырех месяцев. Например, если вы найдете общий язык, найдете взаимопонимание какое-то друг с другом, то в таком случае действительно вы можете привести эти отношения к лучшему, вы можете их наладить. Но при этом не нужно рубить с плеча, не нужно действовать очень резко. А нужно действовать плавно и в соответствии с ситуацией. Чего вы не получите от этих отношений? Ну вот здесь вот видно, что вы не получите какого-то совместного труда, как будто бы... В общем так, совместный ремонт, например, это не ваше занятие. Это не то, где вы можете проявить ваши отношения, укрепить их, сплотиться как-то. То есть какие-то общие дела почему-то это не для вас. Под делами может пониматься работа, может пониматься именно что-то деловое, как, например, ремонт или совместный ремонт машины, или какая-то покупка совместная для общего дела, опять же. Но это радует, что у вас не будет иллюзий по этому поводу. То есть вы знаете, что, например, у кого-то, но я не говорю, что это ваш случай, но как пример приведу. Вы знаете, например, что у кого-то руки растут не оттуда, поэтому даже не тешите себя иллюзией, что что-то будет сделано помимо того, что декларируется. В общем, хорошо то, что особой неясности в ваших отношениях не будет. То есть вам сразу озвучили то, что сделать для вас не могут. Возможно, вы сделали то же самое и это плюс даже в отрицательной позиции. Что может быть? Но у вас может быть какой-то практически конец отношений в течение ближайших полугода. Но вы знаете, вот эта карта ухода, которая выпала у нас в третьей позиции, меня до сих пор наводит на мысль, что между вами как будто бы сейчас действительно то ли очень закрытые и скованные отношения, то ли этих отношений на сегодняшний день как будто бы нет. И что касается расставания и конца отношений в том формате, в котором они были, мы можем его увидеть. Но при этом это не значит полного расставания, потому что вы еще можете не реанимировать отношения и не формально подойти к ним, а именно по общему желанию скажем так, двигаться вперед к развитию и обновлению ваших отношений, которое будет действительно для вас благоприятным. Более того, у вас, смотрите, я немножечко опишу человека и если это не ваш мужчина, то вы можете встретить человека со следующим характером. Давайте опишу. Это человек такой, знаете, достаточно яркой внешности. Это человек, который является душой компании. Когда он заходит, допустим, в кафе куда-то или на какой-то вечер или в кабинет, женщины падают штабелями буквально. Человек, который, ну, может являться таким немножечко павлином и очень любит комплименты в свой адрес. Это человек, который, ну, реально нуждается в признании его окружающими и не чужд именно чувственной сферы. То есть для него важнее, чем дело, наверное, все-таки чувства. Если это не ваш мужчина по описанию, то вполне возможно, что при расставании с вашим мужчиной вы встретите именно такого на своем пути в ближайшие полгода. Ну, а если это ваш мужчина, то после временного расставания или временного охлаждения у вас могут с ним далее продолжиться отношения. И они могут, да, это, скорее всего, все-таки ваш мужчина, потому что у вас с ним будет совместное проживание, скажем так, и отношения семейные, в которых вполне возможно рождение детей. И эти отношения укрепятся все-таки, но они укрепятся через боль. То есть они укрепятся через какой-то достаточно большой кризис в ваших отношениях. И даже этот кризис сможет доходить до стадии расставания. Но я вам могу сказать, что да, вы имеете все шансы стать матерью, вы имеете все шансы иметь собственную семью, которая будет основана на любви и доверии. Это те отношения, которые сделают вас счастливой. И прогноз, в общем, благоприятный. Но для того, чтобы эта благоприятность вся исполнилась у нас, в первую очередь, вам нужно вот это свое отстаивание территории в нужное русло перевести. Решить вопрос с уходами и закрытостью человека. Решить вопрос со вторыми людьми. То есть параллельными отношениями, будь то у вас или у него. И тогда вы через вот этот кризис, через вот эту боль и окончание этого периода придете к совместному счастью. Что вам говорит Таро в позиции совет карт? Верьте и надейтесь. И вы придете к лучшему. Следуйте за своей звездой. То есть вот то, что вы себе намечтали, то, что вам хочется в этих отношениях, то хорошее, что вы планируете, оно исполнится. Главное, в это верить и прилагать усилия. Да, это в принципе произойдет. Это будет происходить поэтапно. Не сразу на вас счастье там обалденное свалится. оно будет приходить к вам как будто бы частями. Но я еще раз повторю, что я вижу то ли уже начавшийся кризис, то ли грядущее расставание в ваших отношениях, после которого, если вы пожелаете, если у вас будет к тому стремление, вы сможете эти отношения перевести на абсолютно новый уровень, на уровень семьи, причем с рождением детей, потому что у нас выпадают именно семейные карты и карты материнства в этом раскладе. Юлия, я желаю вам женского счастья. Если это ваш человек, если вы любите его, если вы чувствуете к нему то, что должна чувствовать женщина к мужчине, то я желаю вам счастья с этим человеком. И в любом случае я желаю вам женского счастья, благополучия и удачи. Всего доброго, до встречи, до свидания.